Я предлагаю не ждать и присоединиться к нашим коллегам. Дело в том, что сегодня отмечают Международный день науки и гуманизма. Об этом мы поговорим с нашими коллегами. Антонина Бугреева, прямо на прямой связи с нашей студией. Тоня, доброе утро. Как много горожан хотят быть учителями, и как много выпускников педагогических вузов у вас в городе? Доброе утро, коллеги. Хорошего вам утра желаю я. И мы поговорим сегодня о педагогике. Какие профессии чаще всего выбирают выпускники школ? Об этом мы с вами поговорим со специалистом по учебно-методической работе Евпаторийского института социальных наук Татьяна Ирошкова. Татьяна Васильевна, доброе утро. А выпускники школ какие все-таки профессии выбирают? То есть у вас институт? Наш Евпаторийский институт социальных наук выпускает студентов по таким специальностям, как учителя начальных классов, психологи и социальные педагоги, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителей истории, учителей иностранного языка и русского языка. На сегодняшний момент в Крыму открывается очень много новых школ и детских садиков. Поэтому я думаю, что наши дети, которые выпускаются, будут все трудоустроены. У них есть к этому желание, они к этому стремятся. Они проходят практики уже в определенных школах. Некоторые дети работают, те, которые учатся именно на заочном отделении, они уже работают помощниками воспитателей. Многие дети очного и заочного отделения, проходя практику, уже присматривают себе места. И, соответственно, после того, когда они получат диплом бакалавра, они смогут работать уже по месту, где они проходили практику. А есть магистратура? Можно поступить? Да, у нас есть магистратура. Мы выпускаем тоже специалистов. И на сегодняшний день есть приоритет того, что человек, который учился на бакалавра, допустим, на учителя начальных классов, может пойти и закончить магистратуру на психолога и иметь, можно сказать, две профессии, использовать их в своей работе. Ну а чаще идут на магистратуру учиться? Вот там же несколько, получается, направлений у вас есть, да? У нас есть такая тенденция, что наши студенты, которые закончили и получили диплом бакалавра, практически в общей массе стараются пойти в магистратуру. Я студент тоже нашего УВУЗа. И осталось работать в нашем институте. И много у нас преподавателей, это выпускники тоже нашего УВУЗа. Наши выпускники работают многие директорами школ, заведующими садиков. Многие работают даже в министерстве. Есть студенты, которые работают в министерстве и учатся еще у нас. Поэтому у нас география обширная. Даже есть студенты, которые уехали в Шанхай. Мы переживаем сейчас за события в Китае, и думаем тоже про нашу студентку. Она наша выпускница. Она работает учителем русского языка, английского языка в Шанхае. Очень много затронута материковая часть России. То есть дети с нашими дипломами уезжают туда и работают там. Но все-таки в основном в десятке первых в России. Что вам это дает? Наши студенты получают очень шикарный, можно сказать, диплом. Это диплом государственного образца. Мы действительно являемся 10-м федеральным вузом Российской Федерации. Мы гордимся этим. А вы сами, когда обучались, там же магистратуры не было. Есть ли возможность повышения квалификации именно на базе вашего института? На базе нашего вуза можно получить еще дипломы дополнительного образования. Допустим, каждый год у нас идет переподготовка экскурсоводов. И студенты наши, наши экскурсоводы городские, которые ездят по всему Крыму, они тоже получают диплом. Могу также вот сразу, пользуясь моментом, пригласить всех 14 марта в 12 часов дня. У нас в институте будет день открытых дверей. Так что улица Просмушкиных, 6, 9 кабинет в 12 утра. Мы ждем всех, кто хочет вообще поступить в наш вуз, что-то узнать. У нас будет проводиться конкурс. И один человек обязательно выиграет путевку в Сочи. Это очень хорошая новость. Татьяна Васильевна, спасибо, что пришли этим утром к нам в студию. Коллеги, я передаю вам слово и желаю хорошего дня. Спасибо вам. Большое вам спасибо, Тоня. Желаем вам отличного настроения и добрых новостей. Напоминаем, что на связи была Евпатория и корреспондент телекомпании «Крым» Антонина Бугреева.